Вечер под серебряным дождем Вечер под серебряным дождем Вечер под серебряным дождем Он также призвал всех присутствующих Встать, почтить память погибших Минутой молчания Плюс 7 903 797 6333 В Петербурге полиция Задержала 18-летнего студента Сообщившего заведомо Ложную информацию О готовящемся теракте В торгово-развлекательном комплексе Лондон Мол. На студента заведено уголовное дело. Об этом сообщают ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И вот агентству такое приводит сообщение пресс-службы. 24 марта в 15.19 в полицию за совершение мелкого хулиганства был доставлен 18-летний студент первого курса одного из городских университетов, который при оформлении на него административных материалов сообщил правоохранителям о якобы существующей угрозе торгово-развлекательному комплексу на улице Калантай. Напомню, что 24 марта БРИА Новости сообщили со ссылкой на пресс-службу администрации Невского района, что на фоне заявления о минировании торгово-развлекательного комплекса Лондон Мол прошла эвакуация посетителей. При этом чуть позже стало известно о том, что сообщение было ложным. Напомню, что сегодня в прошлом части буквально рассказывала вам о предложении депутата Журавлева ужесточить наказание за ложные сообщения о минированиях, о готовящихся терактах. Вообще такое наказание предусмотрено уголовным кодексом. Но депутат Журавлев предложил изъять оттуда упоминание о штрафах и оставить только уголовное наказание за подобного рода преступления. Президент Аджикистана Имамали Рахмон назвал постыдным и ужасным теракт в Крокус-Сити-Холл. Прокомментировал он произошедшую трагедию на церемонии проведения наврусского карнавала «Караван радости в Душанбе», о чем сообщила пресс-служба главы Таджикистана. Рахмон призвал каждого, в особенности родителей, уделять внимание воспитанию детей, чтобы уберечь их от совершения подобных поступков и не порочить имя таджикского народа. Прямую цитату приводит издание «Ведомости». «Еще раз подчеркиваю, что мы должны беречь подростков и молодежь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений», отметил президент Таджикистана. А вот МИД Киргизии рекомендовал согражданам временно отказаться от посещения России без веских на то оснований. Эта рекомендация дана из-за принятых российской стороной повышенных мерах безопасности после терактов в Крокус-Сити-Холле. Гражданам, два или более раз допустившим административные нарушения в Российской Федерации, рекомендовано не возвращаться туда, как сказано в рекомендации МИД Киргизии, в избежание вытекающих из этого последствий». Это прям была прямая цитата. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские спецслужбы предложили российским усиленное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Господин Макрон подчеркнул, что главная цель как можно скорее найти ответственных за теракт в Крокус-Сити-Холле. Макрон по прибытии во французскую Гвиану сообщил, что члены афганского филиала, запрещенной в России, террористической организации «Исламское государство» и «Вилаят Харасан», также запрещенная, которые взяли на себя ответственность за теракт, неоднократно пытались осуществить нападение на французской территории за последние несколько месяцев. По словам президента Франции, контакты с Россией будут идти именно на уровне спецслужб, и это не будет прямым диалогом с Владимиром Путиным. Слова президента Франции сегодня привело агентство «Франц Пресс». А вот в Кремле сегодня заявили, что никаких контактов с западными государствами в сфере борьбы с терроризмом у России нет. 7 марта, напомню, посольство США в Москве призвало американцев избегать скопления людей в Москве из-за угроз атак экстремистов. Значит, как, общаясь с журналистами, сказал Песков, наши спецслужбы работают самостоятельно, сейчас ни о какой помощи речи не идет, отвечая на вопросы, нужна ли какая-либо помощь российским спецслужбам, и вообще, получала ли Россия помощь от западных стран в связи с атакой на Крокус-Сити-Холл. По словам Пескова, Владимир Путин накануне разговаривал по телефону с лидерами разных стран, включая Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, цитата, и там высказывалось как раз намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом. Также журналисты спросили, они напомнили, что вообще в СМИ появлялись сообщения, что США предупреждали Россию о возможных атаках террористов. На уточняющий вопрос, предоставляли ли США конкретные разведданные, Песков как раз и ответил, что данные никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются спецслужбами, это чувствительная информация, которая не разглашается. Конец цитаты. Ну и, друзья, возобновилась, напомню, тема возможности отмены моратория смертной казни. Как по этому поводу высказывались разного уровня чиновники и какие еще звучали предложения, я вам расскажу через несколько минут. Плюс 7903-797-6333 номер нашего ватсапа. Вечер под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем. Дарья Гордеева в студии. Дарья Гордеев, друзья, ну и как, в общем, довольно ожидаемо, на фоне трагедии, произошедшей в пятницу в Крокус-Сити-Холле, погибло 137 человек. Напомню, ФСБ задержало 11 подозреваемых, в том числе четверо предполагаемых террористов. Террористов, значит, пишут о том, что дела еще троих, кажется, поступили в суд. Сейчас я уточню, друзья, где, по крайней мере, должны избрать им веру наказания. Да, следственный комитет ходатайствует об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Крокусе. Разумеется, на разных уровнях во власти снова возникла дискуссия об отмене моратория на смертную казнь. Помимо, кстати говоря, дискуссии на эту тему, поступило такое предложение, если я правильно помню, озвученное вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым от партии «Новые люди». Тот предложил ввести цифровой контроль за мигрантами. Что касается возможной отмены моратория на смертную казнь, журналисты сегодня попросили прокомментировать эту тему Дмитрия Пескова. Напомню, значит, что в России три думских фракции из пяти напомнили о том, что они давно выступают за принятие решения о снятии моратория на смертную казнь. Так, например, лидер «Единой России» Владимир Васильев сказал, что принятие подобного решения будет отвечать настроениям и ожиданиям общества. Песков, ну, по сути, не стал никак комментировать эту историю. Он сказал, что Кремль не участвует в дискуссии по снятию моратория. Значит, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сегодня отметил, что дискуссия о возвращении смертной казни после теракта в Крокус-Сити-Холле могут увести в ложном направлении. Его высказывание приводит сегодня агентство ТАСС. Он назвал обсуждение снятия запрета на казнь важным, но совсем не главным вопросом. «Дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, аккуратно отметил господин Крашенинников, может увести нас в ложном направлении. Будем обсуждать несколько иные истории». Он подчеркнул, что для российских властей важнее, чтобы подобные теракты не повторялись. Еще в 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение смертной казни, мотивировав это сформированными устойчивыми гарантиями прав человека. Глава комитета САФФЕДа по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес отметил, что решение о введении смертной казни не смогут принять в Госдуме и в Совете Федерации. «Трагедию в Крокус-Сити-Холле сегодня прокомментировал премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая встречу с членами партии КПРФ. Виновные в теракте понесут наказание, они не заслуживают пощады». Это цитата Патас. «Сейчас, — сказал Мишустин, — идет расследование этих событий. Виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады». Встреча началась с минуты молчания. «Мишустин еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он поблагодарил врачей, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, доноров крови. Премьер-министр подчеркнул, что террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. И добавил, что обязанностью правительства является сделать все возможное для благополучия людей». Значит, напомню, что сегодня Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности, заявил, что «задержанных по делу о теракте, — это прямая цитата, — надо убить». И что «это будет», — также цитата. По его словам, «расправы также заслуживают все причастные к организации нападения на Крокус». Медведев заявил, что «задержанных по делу о теракте, — это прямая цитата, — никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу о смертям тотальной казни террористов, репрессии против их семей». Ну, тут такая история, насколько я помню, что у нас Медведев юрист по образованию. И эксперты от юридического сообщества отмечают, что даже если отменить мораторий на смертную казнь, в России закон обратной силы действия не имеет. Поэтому на тех, кто будет признан судом виновным в теракте Крокус-Сити-Холла, решение распространяться, соответственно, не будет. Глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев заявил, что на время войны с Западом, как он выразился, можно вернуть смертную казнь по ограниченному перечню статей, в том числе за терроризм. По словам главы Совета по правам человека, отменить смертную казнь можно будет после, как он выразился, улучшения ситуации. Это комментарий газете РУ, который я, собственно, приведу. «Мы находимся в условиях войны с Западом», говорит Валерий Фадеев. «Как говорят некоторые правоведы российские, возможно, на время вот этой острой ситуации вернуть смертную казнь, еще раз, по очень ограниченным составам, по терроризму, может быть, только по одному составу, вернуть и потом отменить. Тогда ситуация улучшится, может быть», говорит глава СПЧ. Также он заявил, что в Совете по правам человека слышали об этом, но не видели фото и видео, на которых человеку, похожему на одного из обвиняемых по делу о теракте, отрезают ухо, другому, значит, подключают к телу провода. Фадеев на это отреагировал так. «Мы эту тему пока не обсуждали. Я слышал об этом, но не видел. СПЧ эту тему пока не обсуждал». Напомню, что также не стали сегодня эту тему комментировать и в Кремле. Плюс 7903-797-6333, друзья. Это номер нашего WhatsApp. Не забывайте о возможности присоединяться к видеотрансляции на канале «Серебряного дождя» в YouTube в студии до 19.00. Дарья Гордеева. Мы скоро продолжим. Вечер под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем в студии Дарья Гордеева. Еще раз здравствуйте, друзья. Я напоминаю, плюс 7903-797-6333. Это номер нашего WhatsApp. Видеотрансляция на канале «Серебряного дождя» в YouTube. Напомню, что в начале этого часа появилась информация о том, что в Басманный суд Москвы поступили еще три материала дела о теракте в Крокус-Сити-Холле. Об этом пишет издание ведомости, ссылаясь непосредственно на пресс-службу суда. Отмечается в публикации, что трое фигурантов имеют одну фамилию Исломов. Материалы поступили, значит, трое человек находится в статусе обвиняемых, один находится в статусе подозреваемого. Все три дела рассматриваются по статье «Совершение теракта» в составе организованной группы, повлекшая смерть человека. Максимальным наказанием по этой статье является пожизненное лишение свободы. Напомню, что в ночь на 25 число Басманный суд арестовал четырех обвиняемых до 22 мая. И вот сейчас коммерсант пишет о том, что Басманный суд арестовал также до 22 мая пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе Деловара Исломова. Коммерсант отмечает, что это первый гражданин Российской Федерации в деле о теракте. Пока, в общем, никаких подробностей нет. Также, друзья, напомню, что сегодня стало известно о задержании студента в Петербурге. Заложенное сообщение о минировании ТРК «Лондон Молл» студенту 18 лет. И, как сказано в заявлении полиции Санкт-Петербурга, он сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся теракте в торгово-развлекательном комплексе «Лондон Молл». 24 марта, сказано в заявлении пресс-службы. В 15.19 в полицию за совершение мелкого хулиганства был доставлен 18-летний студент первого курса одного из городских университетов, который при оформлении на него административных материалов сообщил правоохранителям о якобы существующей угрозе торгово-развлекательному комплексу на улице Калантай. Сегодня перед началом программы появилось сообщение о том, что депутат Журавлев предложил ужесточить, по сути, статью, где прописано наказание, как раз заложенное сообщение. Он предложил убрать оттуда пункт штрафы, оставить только уголовное наказание. Сегодня также днем появилась информация, что из консультативно-диагностического центра «Измайловский» национального медико-хирургического центра имени Пирогова эвакуировали 900 человек из-за угрозы взрыва. Об этом сообщило агентство ТАСС. При этом директор центра Олег Карпов в издании «Урия новости» подтвердил факт эвакуации. И вот такая цитата. Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние, работают кинологи, спецслужбы. По его информации издание было эвакуировано 700 человек. Также господин Карпов подчеркнул, что лежачих больных в центре нет, а пострадавшие при теракте в Крокус-Сити-Холле проходят лечение в другом корпусе. По данным msk1.ru на почту центра пришло письмо с информацией о минировании. Якобы на нескольких этажах центра спрятано 4 рюкзака со взрывчаткой. Российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают размещение вооруженной охраны на входах в московские торговые центры. Об этом сегодня пишут известия со ссылкой на президента Союза торговых центров. И подробнее с этой информацией познакомлю вас через несколько минут. Оставайтесь под серебряным дождем, пишите, друзья, пользуйтесь нашим ватсапом и присоединяйтесь к видеотрансляции на канале Серебряного дождя в YouTube. Вечер под серебряным дождем. Ну и, друзья, постепенно обновляются новости о новых арестованных по делу о теракте в Крокус-Сити-Холле. Басманный суд арестовал до 22 мая 5-го и 6-го фигурантов дела. Значит, речь про деловара Исломова и его отца Исраила Исломова отмечается в публикации Коммерсанта, что деловар Исломов был владельцем автомобиля Renault, который продал другим обвиняемым в теракте. И, пишет издание, именно он является первым гражданином Российской Федерации, арестованным по этому делу. Известия сегодня пишут о том, что российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают размещение вооруженной охраны на входах в московские торговые центры. Сегодня, кстати говоря, стало известно, что на ВДНХ в Москве пускали по документам такие введены ограничения для прохода на территорию ВДНХ. Сообщалось, что посетители пускали на территорию по паспорту или любому другому документу, который может удоставить личность. Значит, президент Союза торговых центров Булат Шакиров, член Президиума Российского Совета торговых центров Дмитрий Томилин, собственно, изданию «Известия» сообщили, по крайней мере, со ссылкой на них «Известия» об этом пишут, о том, что к охране могут привлечь полицию, ЧОПы и вневедомственную охрану Росгвардии. Правда, есть ли на это ресурсы, неизвестно. Но такое заявление президента Союза торговых центров. Дело в том, что в столице функционируют около 500 торговых центров, в каждом из которых около 5-6 выходов, которые должен контролировать минимум один человек с оружием. Такой план может быть реалистичным, если использовать частные охранные предприятия, у которых есть лицензии на применение оружия. И в публикации отмечается, что окончательные решения по вопросу усиления безопасности на торговых объектах могут сообщить уже вот где-то вот, что называется, сегодня-завтра. По крайней мере, в начале этой недели, как сказано в публикации, в первую очередь рассматривается выставление вооруженной охраны на входах в здание. Дмитрий Житомилин отметил, что для таких мер необходимы большие ресурсы. Сказал он, неясно, есть ли эти ресурсы. Сейчас торговые центры усиливают безопасность в оперативном порядке самостоятельно. Например, выставляют дополнительную охрану и металлоискатели. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Не прощаюсь, друзья, вернусь через несколько минут. Вечер под серебряным дождем. Это вечер под серебряным дождем. Ведомости пишут о том, что Следственный комитет установил роль еще ряда фигурантов в рамках расследования уголовного дела о теракте в концертном зале Крокус-Сити-Холла. Ведомости ссылаются на пресс-службу Центрального аппарата Следственного комитета. Друзья, здесь пока мало подробностей. Но вот как сообщил коммерсант, единственное, что стало известно, что Басманный суд арестовал еще двух фигурантов этого дела. И я продолжу знакомить вас с новостями. Будем разбираться во всем, что происходит. Но уже завтра вернусь в эфир «Серебряного дождя» в 16.00. Присоединяйтесь и вы. И не забывайте, что пересмотреть и переслушать, или, как вам больше нравится, любую из программ нашего эфира можно на странице «Серебряного дождя» в Дзене. До завтра.